Начнём с коммунального кошмара. Убийственный аромат. В нашу редакцию обратились жители дома номер 8А по улице Михаличенко. Там живёт пожилая женщина, которая в прямом смысле отравила всем жизнь, уверяют люди. Едкий запах из квартиры и такие неожиданные гости, как опарыши и тараканы, уже изрядно надоели. Вот только в ЖЭКе разводят руками, помочь не могут. Участковый, по словам жильцов, тоже проблему не решил. А ведь терпение уже на исходе. Мария Кардополова не так давно стала счастливой обладательницей двухкомнатной квартиры. Правда, счастье закончилось, когда вместе с мужем она переехала в новое жильё. В квартире стоял неприятный запах. Поначалу новосёлы думали, что он достался в наследство от предыдущих хозяев. Но быстро выяснилось, что источник запаха квартира старушки этажом ниже. Договориться с ним бесполезно, что она таскает и с мусорки какие-то там себе нужные принадлежности. И продукты у неё тухнут, там на подоконнике лежат. Достучаться до 70-летней бабушки не удалось. А зато удалось увидеть, что творится на её балконе. Мешки с неизвестным содержимым в коробке. А вот соседи, что живут под неряхой, говорят, их коммунальное противостояние длится больше 10 лет. С чего началось? Она оставила у себя на балконе мясо и уехала на материк. Мы кое-как нашли её детей, муж там нашёл. Пошли, они пришли, открыли, убрали там. Вот с этого всё началось у нас. И это был единственный раз, когда была уборка в той квартире, утверждает женщина. Соседи по лестничной клетке говорят, они устали тратиться на ароматические палочки. Запах в любое время года стоит отвратительный. Очень хотим, чтобы это кто-нибудь услышал наконец-то, потому что мы писали в управляющую компанию, писали в прокуратуру, писали в Роспотребнадзор, в самоэпидемстанцию и так далее. Вызывали, ну не то, что неоднократно, а даже раз в 10, наверное, вызывали полицию. Участкова ничего с этим сделать не может по закону, потому что это является частной собственностью. И она, ну как нам поясняют, она может делать всё, что угодно. Михаил Чернов, Александр Вори, новости северного города. В последнее время с такими проблемами норильчане обращаются к нам всё чаще. Напомню, недавно мы рассказывали историю о ситуации на Маслова-12 в Толнахе. Там мужчина уже много лет топит квартиры с пятого до первого этажа. Даже в соседний подъезд вода от него протекает. Управа на него тоже пока нет, но на самом деле выселить проблему из дома можно даже в нашей стране. А как это сделать, мы разбирались вместе с экспертами и сейчас вам об этом расскажем. Это квартира, которая меня топит. Живёт вон в таком состоянии. Вот, аварийка приехала, он ничего не может делать, кроме прикрыл воды и всё. Вот, у него тоже такой же. Вот он лежит. Это тот самый замечательный сосед, который портит кровь потолки и стены жителям 12-го дома на улице Маслова в Толнахе. Очередной потоп затронул 8 квартир, составленный акт о залитии жилья и в соседнем подъезде. В управляющей компании, которая обслуживает 150 домов, говорят, что такие жильцы есть практически в каждом из них. Особых случаев более 15, а горе-посейдон с Маслова-12 возглавляет этот список. Это одна из самых проблемных квартир. Там проживает одинокий мужчина, 48-летний. И, в общем-то, длительное время нигде не работает. Ведётся социальный образ жизни, антисанитария там жуткая. Мы уже за это время дважды приглашали туда специальную службу, которая производила протравку в подъезде насекомых, тараканы. После недавнего наводнения у хозяйки квартиры этажом ниже уже сдают нервы, ведь эта история продолжается с 2009 года. Почему не обращались в другие инстанции раньше? Куда, например? Я не знаю, в жилфонд обратилась, не было вот этих доказательств. Ну, как бы я просто тогда, когда я писала, при них писала это заявление, мне не подсказали, что нужно приложить туда вот эти вот документы. Собирать все доказательства нарушений ваших прав и повреждений имущества следует однозначно. Причём оформлять нужно абсолютно всё. Будь то заявление в полицию, акт о залитии жилого помещения или справка из санэпидемстанции. Если квартира, из которой вас беспокоят, сдана по соцнайму, все собранные бумаги несите в жилфонд. А если квартира в собственности, заявление и папку с доказательствами отправляйте сразу в суд. Кстати, когда кто-то мешает спокойно жить целому подъезду, подключайте к борьбе соседей. Все вот эти вещи соседи должны фиксировать. Но у нас люди, к сожалению, пассивные. Ведь человек даже не то, что не знает, а те, кто знает, не пользуются этим. Они считают, что мы сейчас придём в пунктисполитет, и тут все придут и за нас поработают и сделают. Гражданин вправе обратиться в судебном порядке. Группа лиц, чьи права нарушаются, вправе с исковым заявлением обратиться самостоятельно в суд о выселении этого гражданина. Когда суд получит документы, он, скорее всего, тоже сделает все необходимые запросы, в том числе и в ЖЭК, который в этом деле может выступить соистцом. Если у ответчика есть задолженность за коммунальные услуги. Кстати, в истории на Маслова-12 у владельца проблемной квартиры накопился изрядный долг. У него задолженность более 700 тысяч. Он практически ни разу не проплачивал за свои жилищно-коммунальные услуги. В общем-то, на территории Федерации уже есть случаи, когда происходит выселение таких жильцов. Это нужно обращаться с самим жителем. Мы поможем им составить исковое заявление. Мы выйдем так же соистцами, потому что у него большая задолженность. И будем помогать. Но вообще должны быть истцом в суде должны быть сами собственники. Так, например, в прошлом году жильцы из Бегичева, 36, сумели выселить проблемного соседа. Мужчина жил в квартире вместе с пожилой матерью, ветераном войны. Жил так, что соседи не устраивали бесконечные мухи в подъезде и антисанитария. У вас была проблема с соседом, который мух здесь плодил. Она решила, что сосед больше не живет здесь? Нет. Его выселили по решению суда. Ну а потом, когда померла у него мать, его забрали. В соцслужбы. Вроде как. Так или иначе, победить проблемного соседа можно. Для этого всем жильцам нужно набраться терпения, собрать все возможные доказательства невыносимого соседства и коллективно обратиться в суд. Виктор Пихтарь, Галина Навроцкая, Алексей Каменев, Александр Ворий и Геннадий Зверев. Новости с северного города. А что делать в такой ситуации? Девять раз за последние пять дней норильским коммерсантам звонили представители некого центра защиты прав потребителей. Утверждали, что в скором времени специалисты управления потребительского рынка и услуг или Роспотребнадзора придут к ним с проверкой. Причем даже называли фамилии реальных сотрудников. И говорили, что проверка может иметь некие последствия, если коммерсанты не выполнят одно условие. Тему продолжит Ален Бурнашев. Вот такие брошюрки или буклеты предлагали купить норильским предпринимателям, чтобы проверка прошла безболезненно. Цена вопроса 2,5-3 тысячи рублей. Брошюрки обещали как в электронном виде, так и доставить курьером. Деньги предлагали перевести на электронный кошелек или рассчитаться при доставке. Спустя два-три дня некоторые из коммерсантов позвонили в управление потребительского рынка и услуг и поинтересовались, а не связаны ли продажи буклетов с обещанными проверками. В управлении, а затем и в Роспотребнадзоре сильно удивились наличию неведомых конкурентов. Хочу заверить субъектам предпринимательства, что Центр защиты прав потребителей не является органом муниципального контроля, не является органом государственного надзора. Они не имеют никаких полномочий проверять, звонить, уведомлять. После проверок же неожиданные доброходы обещали предпринимателям предоставить акт о проведенном мероприятии и даже выдать вот такой сертификат, который, впрочем, дает его обладателю лишь право на оказание услуг по оформлению уголка потребителя и телефонной консультации по изменению законодательства. Печать, которая стоит здесь на сертификате, указаны ИНН, ИНАГР, ИНН. Мы зашли в реестры соответствующие. Конечно, там никакого такого общества не значится, общественная организация межрегиональная. Таким образом, запугивая предстоящими проверками, они продвигают свою продукцию печатную, ну и получают, я так понимаю, незаконное средство. Наталья Говорухина добавляет, ни порядок, ни сроки, ни основания для проведения плановых или внеплановых проверок, которые определены законом, не поменялись. А если предпринимателям все же позвонят из новоявленного центра, тут же сообщать об этом в полицию. В управлении потребительского рынка услуг не берутся оценивать содержание буклетов и говорят, что подобные услуги ранее оказывались в других городах Красноярского края. Норильские власти уже поставлены в известность о деятельности некоего центра по защите прав потребителей. Составлено обращение и в полицию. Силовики должны дать оценку, мошенничество это или нет. Ален Бурнашев, Анат Амилина, новости северного города. А вот мосту в районе гидропорта Валек оценку дали и в итоге снесли. Старая конструкция современным требованиям не отвечала и ее признали аварийной. Теперь впереди большая стройка. Чиновники заключили двухлетний контракт почти на 119 миллионов рублей. Это деньги из дорожного фонда. Новый мост будет 24 метра в длину. Пока ни сантиметра не сделано, но к активным работам вот-вот приступят. Вот это вот брошенные дорожные плиты для буровых установок. Вот вы видите, эта разметка уже здесь. Здесь будут сваи для опор. Всего их установят 20. Старые опоры были еще деревянные, ведь мост построили в 65-м году. На смену им придут железобетонные. Кроме них в этом году смонтируют еще балки под бетонные плиты, которые станут основой дорожного полотна. И на этом все. Остальные работы следующим летом. А сейчас здесь подготовили площадку для тяжелых машин. Получается, чтобы сюда могла заехать техника, как раз их заложили, вот эти вот плиты, да? Это для того, чтобы плиты заложили, чтобы именно буровая техника заехала. Потому что она очень тяжелая, нагрузка большая. А выдержит ли новый мост на порт Талых Вод? Ведь в последние годы природа все чаще преподносит нам сюрпризы. То Харайлах из берегов выйдет, то Лакельскую трассу озеро затопит. Специалисты говорят, да, в проекте все учли. И подрядчика выбрали проверенного, уверяет Норильск Автодор. Фирма хорошо показала себя в Снежногорске. Опыт строительства на Крайнем Севере у нее есть. Пока все идет по графику. И если из него не выбьются, то машины поедут по новому мосту в октябре следующего года. Пока же придется кататься в объезд, но движение тут неоживленное. Так что сложности возникнуть не должно. Зато потом новый мост прослужит долго, говорят специалисты. Не меньше 50 лет. Но не на все важное для города нужно много денег. Сделать Норильск комфортнее можно буквально своими руками. Так чистота на улицах в преддверии дня города во многом заслуга трудовых отрядов в школьников, школьного экологического десанта. В Таллах его работа идет и сейчас. Районные власти попросили управление образования помощников в уборке территорий, которые приводить в порядок некому. На это согласились 9 из 13 Таллахских трудовых отрядов. Из 19 июля 135 подростков спасают район от мусора. Тошевцам, закрепленным за 33-й школой, выпало избавить от мусора Таллахскую набережную. Это зеленый сквер детской спортивной площадки. На их уборку вышла почти половина отряда, остальные наводят порядок в школе. Набережная стала уже шестой из списка неубранных Таллахских территорий. Наведут Тошевцы порядок и на автовокзале. Подтолкнули к развитию. Наши власти совместно с сибирским коуч-центром Красноярска устроили мастер-классы для норильских коммерсантов. Хоть бизнес и малый, но в экономике города роль он играет важную. А поддерживать его принято с подачи федеральных властей и по всей стране. Вот и у нас чиновники решили помочь и привезли в город из столицы края опытного коуча по-русски тренера Юлию Овечко. Она работает по международным программам обучения. У нее есть опыт в части построения системы отделов продаж и обслуживания клиентов. Знакомы с кругом проблем бизнеса разного уровня и в разных городах. Каков же рецепт развития для норильских предпринимателей? Об этом и многом другом с экспертом поговорил мой коллега Андрей Гришков. К нам в город из Красноярска приехала Юлия Овечко. Бизнес-тренер и член Международной федерации коучей. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Вы уже успели пообщаться с нашими местными предпринимателями. Скажите, на ваш взгляд, какие есть проблемы у местного бизнеса и как с ними можно бороться? Самое главное не считать это проблемами. У бизнеса здесь, в Норильске, есть задачи, которые важно решать. И это есть в каждом бизнесе. И если говорить про задачи, вопросы, про которые спрашивали, это вопросы мотивации сотрудников, вовлечения сотрудников в общий результат. Это уникальность бизнеса. Это следующие шаги, которые нужно сделать для того, чтобы бизнес становился успешен. Скажите, а каким должен быть малый бизнес, чтобы он был успешным? Какие нужно соблюдать критерии для его роста? Важно, чтобы любой бизнес был уникальным, давал что-то свое. У нас, как потребителей, если говорить о нас, как покупателях, как потребителях услуг, мы знаем, что есть большой выбор. Мы ходим в одну парикмахерскую, можем пойти в 10-25 других. И мы будем ходить в одну парикмахерскую, пока нам там комфортно, уютно, когда там есть какая-то изюминка. И пока нам там не сделали что-то плохо. Когда там что-то сделали не так, мы знаем, что в любой момент можем уйти. И сейчас больше задача бизнеса, если отвечать на вопрос, какой должен быть бизнес, тот, который заботится о клиенте. Сейчас задача бизнеса не привлекать новых клиентов, а не отпускать старых. Мы, как потребители, больше реагируем на послевкусие, которое остается от посещения. Мы сходили с вами в кафе, и он у нас спрашивает, как там было. И мы говорим, о, уютно. Или о, там так гламурно, или прогрессивно, или современно. И мы какой-то кайф ловим. И то же самое про парикмахерские, про магазины. Я хожу в этот магазин, потому что здесь так уютно, бантики висят. Мы идем за вот этим послевкусием. За тем, что создано руками, мыслями тех людей, которые создают бизнес. А можете вот привести какой-то пример, что какой уникальный бизнес можно открыть у нас на территории, чтобы он был уникальным и эксклюзивным? То, чего здесь еще нет. А когда бизнес создается через мысли владельца бизнеса, когда он понимает, что он может сделать все, что он хочет, тот бизнес все равно будет уникальным. Я могу привести пример того бизнеса, который поразил. В Красноярске, допустим, есть небольшая компания, которая выпускает очки в деревянной оправе. И она продается по всему миру. А у нас в Красноярске большинство не знает про него. Юлия, у вас еще запланирована встреча с представителями норильских некоммерческих организаций. Скажите, на ваш взгляд, какова их роль в развитии региона? Ведь, допустим, в Норильске некоммерческие организации занимаются тем, чем бизнесу заниматься неинтересно. Это зачастую неприбыльные, но социально значимые инициативы. Если говорить про предназначение НКО, это для людей, которые там работают, возможность реализации своего потенциала. Как здорово, когда я работаю где-то, а у меня есть там творческие основы, или я хочу развиваться как маркетолог, я хочу попробовать продвижение в соцсетях или оформление сайтов. Я могу прийти в некоммерческую организацию, и я могу получить как сотрудник практику, конкретную практику, которую уже могу потом реализовать. Некоммерческие организации, они могут выступать такой возможностью для самореализации, как раз для творчества. Поэтому, если грамотно выстроена система работы с некоммерческими организациями, это такая и подготовка кадров, это и реализация, там невероятное творчество. Какие направления деятельности некоммерческих организаций, на ваш взгляд, сейчас, можно сказать, в тренде на уровне страны, региона или мира целого? Что сейчас, так сказать, в моде? Развитие молодежи, развитие благотворительности, то есть развитие тех навыков в людях, которые в связи с уходом советской власти перестали развиваться. То есть это развитие того, что раньше государством поддерживалось, то сейчас то, что хочется, чтобы развивались все социальные вещи, связанные именно с духовностью, с душой, с поддержкой других. Какого эффекта может ждать норильское бизнес, сообщество и некоммерческие организации после посещения ваших лекций? Очень бы хотелось, чтобы те, кто были здесь, они, знаете, так расправили плечи, сказали «я могу», и это самое главное. Потому что если говорить про коучинг как подход, это реализация максимального потенциала, которого есть. Можете привести примеры, когда после ваших встреч, мастер-классов в других городах страны, у каких-то компаний дела прям пошли в гору. Для меня очень важно, что, ну вот конкретный пример, после коучинга, это был не мастер-класс, это была коуч-сессия командная, и после которой, это было в пятницу, во вторник, представители компании поехали в Москву на переговоры на серьезные, и через месяц они представляли свою продукцию на международном рынке в ОАЭ. И, конечно, это не может не радовать. А когда ты сопровождаешь компанию, они из Красноярска открывают филиалы в Москве, в Санкт-Петербурге и так далее. Это не одна компания, которыми прям можно гордиться. Спасибо большое, Юлия, за интервью. Будем ждать перемен. Спасибо большое вам. Разговор о норильском бизнесе мы продолжим в следующих выпусках. На этот раз пообщаемся с представителем управления потребительского рынка и услуг города. Не пропустите. Ночью в Норильске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в Норильске плюс 10, плюс 13 градусов. Днем в городе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Порывистые температура в Норильске плюс 14, плюс 17 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует...